В пригороде столицы прошел экологический субботник. Его инициировал министр экологии, геологии и природных ресурсов Макзум Мрзагалиев. Через социальные сети накануне он пригласил всех принять участие в уборке территории Куэндинского водохранилища. За считанные часы активисты собрали больше 10 тонн мусора. К масштабной акции присоединилась и наш корреспондент Елена Устимович. Без, тверд, ош, ека, бара! В эту субботу больше тысячи жителей столицы нашли время на благородное дело – очистку территории водохранилища в Куэндэ. Здесь стартовала акция под хэштегом «Бырге Тазак Казахстан». Ее поддержал премьер-министр Казахстана Аскар Мамин и члены Кабмина. Я хочу в первую очередь поблагодарить вас за то, что вы нашли возможность принять участие в этой экологической акции «Бырге Тазак Казахстан». Я уверен, что эта акция получит широкое распространение по всему Казахстану. И сегодня я приглашаю развитию этого проекта, развитию этой акции все регионы Казахстана. Я уверен, что эта акция будет общенародной, общереспубликанской. Мы в результате будем иметь благоприятную экологическую обстановку и сделаем процветающим наш Казахстан. В общей толпе и без строгого костюма было сложно узнать Акима столицы. Алтай Кульгинов собирал мусор и много шутил. Хорошее настроение чувствовалось и у министров, а по тяжелым пакетам было видно, что работают они на совесть. К сожалению, не все наши граждане сознательные. Пластик, бутылки стеклянные, потом бутылки разбитые мы собирали с товарищами. Конечно, это не красит нас. Акция классная, чистый Казахстан, на самом деле будем поддерживать. У нас команда сегодня большая, у нас 30 человек. И вот мы с Романом Васильевичем и с нашими ребятами прошли уже один участок. Мусора, конечно, много. Главный организатор акции, который и объявил войну всему мусору, министр экологии, геологии и природных ресурсов, тоже присоединился к общему делу. По его словам, увеличение объемов твердых бытовых отходов – одна из самых острых проблем в стране. Казахстанцы накопили свыше 120 миллионов тонн ТБО. К этому числу каждый год добавляется еще около 5-6 миллионов тонн. Рост продовольственных товаров и не только, количество упаковок для продукции и уровень жизни населения только тянет вверх. 2,34 килограмма. Получается, мы вносим запись, сколько килограмм, и в конце все это будем суммировать. Мусора много, там получается свалка. Вот эти жители все туда все сливают, выкидывают. Вот, смотрите, прям пакетами большими такими. В смысле, с дачниками? Я думаю, да, может и отдыхающий, может дачащий, кто его знает. Креативно подошла к уборке мусора молодежь из детско-юношеской организации «Жасулан». Они устроили плогинг. Кстати, это положительно сказалось на объемах собранного ими мусора. Мы будем разрабатывать специальную экологическую программу для детей и подростков и будем предлагать ее в Министерство образования и науки. Также по завершении лагеря в каждом регионе будут созданы школьные экопатрули, которые будут дальше продвигать у себя в регионах этот проект. От мусора предстояло очистить прибрежную территорию Кояндинского водохранилища площадью почти 30 квадратных километров. Для удобства ее поделили на участки. К экологической акции сегодня присоединились все без исключения. Даже мы, журналисты, не удержались и примкнули к этому движению. Ведь мы тоже за чистый Казахстан. А мусора здесь действительно очень много. И судя по обилию бутылок от алкогольной продукции, отдыхают здесь всегда очень весело. В стране лишь пятая часть полигонов и свалок ТБО соответствуют экологическим и санитарным требованиям. Главной причиной их образования стала низкая экологическая культура жителей. Для кардинального изменения ситуации и начали с вещей простых и понятных каждому. Акцент сделали на молодежь. Приехали представители Алматинской области молодежь. Они поддерживают эту акцию с 26 июля, начиная чистку с семи рек на территории Алматинской области и Копчегайского моря. Сюда приехали жасулановцы. Они подхватывают эту акцию и во всех селах, поселках они будут организовать такую же акцию. Сейчас они собираются на озере Камбакбаш в Казалардинской области, проводят неделю, экологическую неделю. За несколько часов собрали больше 10 тонн мусора. Участники акции складировали отходы в специально установленные контейнеры желтого и зеленого цветов. В желтые отходы, подлежащие переработке, в зеленые все остальное. Это такая общенародная поддержка, которая пойдет как челлендж по всему Казахстану. И, возможно, через год каждый пропитается этой культурой, этой дисциплиной, этим порядком. И все-таки мы будем намного ответственнее относиться к тому, что мы пользуемся этой природой. Но мы ее должны сохранить для будущих поколений. Мы остались очень доволены. Я вижу, что все, которые пришли сегодня, все участвующие остались очень довольны. На свежем воздухе сегодня провели время. Очень многие приехали с семьями, с детьми, с родителями. Поэтому, я думаю, всеобщее удовлетворение у нас есть. Самые активные участники получили памятные сувениры и благодарственные письма от профильного министерства. Но самое главное, все получили заряд положительной энергии и четкое убеждение. Чисто там, где не ссорят. Елена Устимовича, Аяду Симбаев, Хабар-24. Куда соберутся более 150?